За последний год заметно ускорилось вымирание народов нашей Родины. Так недолго потерять территорию и государственность как таковую. До 70% смертельных исходов так или иначе связаны с алкоголем, табаком и так называемыми наркотиками. Это смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, несчастные случаи, суициды и многие другие случаи, связанные с табаком, алкоголем и другими ядами. В ответ на угрозу вымирания народ выдвигает требования вынести торговлю ядами, табаком и алкоголем за пределы населенных пунктов, специализированные магазины. Совсем недавно по всей стране прошла очередная масштабная акция «Отраву за поселение». За три года акции прошли в 170 городах. Около 40 тысяч человек опрошены. И из них 68% поддерживают вынос алкоголя и табака за поселение в спецмагазины. Современная информационная среда подсаживает детей на алкоголь и табак с раннего детства. Конечно, это и реклама, и пропаганда в песнях, фильмах и сериалах. Это и навязчивая продажа на каждом углу. Но главный обман у всех на глазах. И его так много, что люди его не замечают. Представьте, вы с ребенком трех лет заходите в магазин, он льет первый раз. И что он видит там? Он видит молоко, чай, конфетки, фрукты, соки. И в этом же ряду он видит что? Алкоголь и табак. И получается на уровне подсознания это записывается, что это тоже все продукты питания. Таким образом, глубоко в подсознании откладывается ложь, что алкоголь и табак это такие же продукты питания. Имея такие искажения в сознании, и дети, и взрослые неосознанно думают, что это что-то безобидное, неопасное и даже нужное. Провести четкую границу между пищей и ядами поможет вынос продажи алкоголя и табака за пределы населенных пунктов, спецмагазины. Однако алкоголь и табак продаются в продуктовых магазинах не просто так, а на основании законов, которые называют ядовитые вещества, табак и алкоголь пищевыми веществами. Такие законы фактически устанавливают порядок отравления и убийства населения с целью наживы. Алкоголь позволено делать привлекательным для молодежи и взрослых через пропаганду, рекламу, через масс-медиа. Поэтому важно не просто вынести табак и алкоголь за поселение, а принять комплексные меры. Первое. Закон должен утверждать правду. Правду о том, что алкоголь и табак это яды. Второе. Информационный террор, который навязывает детям и взрослым табак, алкоголь и наркотики, необходимо прекратить. Третье. Введение во всех школах уроков трезвости. Детям важно рассказывать о преимуществах трезвости для человека, семьи и общества. Четвертое. Алкоголь и табак, как отрава, продаются только за пределами населенных пунктов, в спецмагазинах. Пятое. В самих магазинах и в специально отведенных местах об алкоголе и табаке подается только правдивая информация. Это яды, отравляющие организм. Такой комплекс мер поможет утвердить трезвость в России. Количество участников акции «Отраву за поселение» и «Народных учителей трезвости» растет с каждым годом. И только от вас, да, лично от вас, зависит, сколько людей будет спасено от губительных последствий распространения табака, алкоголя и наркотиков. Именно вы можете помочь утверждению трезвости в нашей стране. Становитесь учителями трезвости. Участвуйте в акции «Отраву за поселение». Становитесь активными участниками трезвого движения. Будущее зависит от вас.